Добрый день! Здравствуйте! Математика. Раздел «Множество элементов логики». Тема урока «Решаем логические задачи». На уроке ты узнаешь новые виды логических задач и новые способы решения задач. Математику, друзья, не любить никак нельзя. Очень точная наука, очень строгая наука, интересная наука – это математика. Давай выполним логическую задачу. Ученики лесной школы Белка, Ёж, Лиса и Заяц начертили такие фигуры. По одной фигуре каждой Ёж не стал чертить многоугольник, Заяц не выбрал треугольник, а Лиса начертила такой прямоугольник, у которого есть и своё название. Какую фигуру начертила Белочка? Если ты догадался, давай проверим. Обратимся к учебнику на странице 106. Перед нами геометрические фигуры. Посчитайте все прямоугольники на этом чертеже. Верно! Их три. Два больших и один маленький. Теперь постарайтесь пересчитать все треугольники. Правильно! Их пять. Три больших и два маленьких. Подумайте! Мама резала батон. Она сделала три разреза. Сколько кусков хлеба получилось? Получилось четыре кусочка. В корзине лежат два яблока и шесть груш. Из корзины взяли четыре фрукта. Какие это могут быть фрукты? Чтобы не запутаться, давайте начнем с яблок. Первый вариант. Это могут быть два яблока и две груши. Всего четыре фрукта. Другой вариант. Может быть одно яблоко и три груши. И еще один вариант. Это может быть четыре груши. А сейчас задание со спичками. Уберите одну палочку так, чтобы получилось верное равенство. Семь плюс четыре равно пять. Какую палочку нужно убрать, чтобы равенство было верным? Чтобы мы могли получить пять, нужно убрать у числа семь верхнюю палочку. И у нас останется один. Один плюс четыре равно пять. Следующее равенство. Восемь минус девять равно ноль. Какую палочку нужно убрать, чтобы получить ноль? Правильно. От цифры восемь убираем одну палочку и получаем девять. Девять минус девять равно ноль. А сейчас рассмотрите рисунок, прочитайте предположение и подумайте, какие утверждения верны, а какие неверные. Первое утверждение на рисунке. Один волк. Верно или неверно? Да, конечно, это верное утверждение. Второе. Лиса больше белки. Это тоже верное утверждение. Третье. Зверей серого цвета больше, чем зверей с рыжим хвостом. Это неверное утверждение. Серых зверей двое, а зверей с рыжим хвостом тоже двое. Равное количество. Четвертое утверждение. Белка не самая маленькая. Это тоже верное утверждение. И последнее. Лиса не самая большая. Это тоже верное утверждение. Работа по рабочей тетради. Рабочий лист 101. Решаем логические задачи. Шарики. Раскрасть шарики так, чтобы красный шарик был больше жёлтого шарика, но меньше зелёного шарика. Где должен находиться красный шарик? Верно. Красный шарик должен находиться посередине. Нам говорится, что красный шарик больше жёлтого, но меньше зелёного. Значит, мы можем сказать, что самый большой шарик – зелёный, а самый маленький шарик – он жёлтый. Раскрасть. Следующее задание – пирамидка. У пирамидки самое большое кольцо – жёлтое. Над жёлтым – красное, а зелёное – между красным и синим. Значит, после красного будет зелёный цвет, а затем синее. Синее кольцо рядом с коричневым. Раскрасть. Следующее задание – мышка, сыр и кошка. Предложение «сыр» между кошкой и мышкой – – это верное утверждение или неверное? Конечно, верное. Значит, мы должны поставить плюс. Мышка не рядом с сыром. Это неверное утверждение. Ставим минус. Кошка левее мышки. Неверно. Сыр левее всех. Неверно. Сыр справа от мышки. Верно. Следующее задание выполняем самостоятельно. Молодцы! Сегодня на уроке ты узнал новые виды логических задач и новые способы решения задач. До свидания!